11 августа в России отметят День строителя. На торжественном мероприятии, приуроченном к этой дате, собрались работники и ветераны отрасли, руководители профильных предприятий, представители органов власти. Лучшие специалисты отрасли удостоились наград губернатора Тверской области. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Бизнес-центр «Тверь» уже не первый год является центром притяжения мероприятий разного уровня. Эту площадку выбирают и деятели культуры, и представители IT и бизнес-направлений. Сегодня здесь проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. В прошлом году в Тверской области было введено 834 тысячи квадратных метров жилья. Сдан 81 многоквартирный и блокированный жилой дом в Твери, Калининском и Конаковском округах. Завершилось строительство нового детского сада и двух школ в столице Верхневолжья. Открылся региональный центр образования Тургинова. Проведены работы по капремонту 15 общеобразовательных организаций. В сфере здравоохранения продолжилась работа по капитальному ремонту учреждений. Были введены новые детские поликлиники в Кимрах и Старице. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил большой вклад в экономику и социальную сферу региона представителей строительной отрасли. От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу во многом зависит развитие Тверской области. Благодаря вам в регионе успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Возводится новое жилье, строятся современные предприятия, школы и детские сады, больницы и поликлиники. Сегодня в условиях внешнего санкционного давления вы эффективно решаете задачи импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. В программах, направленных на капитальный ремонт, социальные инфраструктуры, возведение новых социально значимых объектов и жилья, активно участвует Ассоциация Тверское объединение строителей. Итоги у нас достаточно хорошие. Мы строим новые объекты. Это жилые дома, больницы, точно так же школы. Поэтому качество наших работ, я думаю, из года в год оно улучшается. Ну и объемы построенного жилья аналогично увеличиваются. Ключевую роль в подготовке высококвалифицированных кадров для строительной отрасли Верхневолжья играет Тверской государственный технический университет. Обучение ведется по классическим устоявшимся программам, таким как промышленное и гражданское строительство, городское строительство и хозяйство. Но вместе с этим разрабатываются и новые программы, внедряются новые профили. К примеру, уже второй год студенты получают компетенции по программе управления жизненным циклом объектов недвижимости. Ежегодно мы выпускаем студентов очной формы обучения бакалавриат, порядка 130-150 человек, порядка 50 магистрантов, аспирантов. Ну и, конечно, по уготовке специалистов для нашей строительной отрасли по очно-заочной форме. Это порядка также 150-200 человек. На торжественном мероприятии работникам строительного комплекса Верхневолжья вручили региональные и ведомственные награды за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в профессиональной деятельности и личный вклад в развитие строительной отрасли на территории Тверской области.